В Санкт-Петербурге погода не часто балует, но все равно здесь можно отлично провести время в любой сезон. И сейчас мы вам это докажем. Нас зовут Роман и Ира, и мы любим этот город всей душой. Друзья, привет! Все-таки насколько красивый разносторонний город Санкт-Петербург. Он находится как будто бы на стыке прошлого и будущего. С одной стороны памятники архитектуры, а с другой стороны новые технологии. С одной стороны любовь к истории, а с другой стороны взгляд в будущее. И наш фильм как раз про это. Мы покажем вам несколько интересных мест и надеемся, что они вас вдохновят. Санкт-Петербург начал развиваться в 18 веке. Как жаль, что тогда не было ни фото, ни видео. И мы не можем погрузиться в ту атмосферу зарождающегося города. Хотя нет, оказывается, можем. За этим мы отправляемся в музей-макет Петровская акватория. В музее в миниатюре воссозданы архитектурные ансамбли и объекты города середины того самого 18 века. Этакое во всех смыслах маленькое погружение в прошлое, за которым можно наблюдать ну просто часами. Понравится и детям, и взрослым. В центре экспозиции настоящая вода. Представляете, целых 20 тонн. По ней ходит множество разномастных корабликов. И это, кстати, здорово подчеркивает атмосферу Санкт-Петербурга, который одновременно и морской, и речной город. И как же приятно разглядывать знакомые достопримечательности. Вот так, например, выглядело Адмиралтейство. Или посмотрите на Петропавловскую крепость, с которой когда-то началась жизнь Петербурга. Интересно, а тогда кто-нибудь догадывался, что здесь и сейчас рождается один из самых прекрасных городов мира? Да, кстати, обратите внимание, как умело колесит по макету русская печка. Но давайте отправимся в прекрасные пригороды. Секунда, и мы в великолепном Петергофе, мире фонтанов. А вот за деревьями прячется Арниенбаум, резиденция сподвижника Петра I Александра Меньшикова. И вы, наверное, слышали, что эта усадьба славилась своими померанцевыми деревьями. Вот же они, петербургские апельсинки. Разумеется, создатели макета не прошли мимо главного защитника Санкт-Петербурга, Кронштадта. Обратите внимание на первые разводные мосты. А вот легендарный форт Кроншлот, благодаря которому Петру удалось освободить акваторию от шведов. Это очень интересная история. Мы рассказывали о ней в своем фильме про Финский залив. На макете можно увидеть и утраченные объекты. Например, сейчас перед нами немецкая Слобода, где жили иностранцы, которые приехали строить и развивать новую русскую столицу. Или вот Петерштадт, потешная крепость Петра Третьего. Смотрите, даже сам Петр вышел на балкон нас поприветствовать. А самое интересное, жизнь Петровской акватории кипит. Люди спешат по делам, работают, развлекаются. Вот, к примеру, Анна Иоанновна устроила странную вечеринку. Свадьбу шутов в ледяном доме. Ничего себе причуды, правда? Или вот охотники готовят ужин. А на Васильевском острове, между тем, дамы и господа трапезничают совсем по-другому. Нашлось место даже для медведя, который ползет, видимо, за медом. Кстати, на макете спрятано несколько Петров Первых. Вот один в своем дворце склонился над картой, а другой катается на паруснике по льду. А еще в маленьком мире периодически наступает ночь, и повсеместно зажигаются огни. Интересно, что фигурками можно управлять. Нажал кнопку, и закрутились лопасти мельницы. Или стал развиваться флаг над Петропавловкой. Или началась охота в Орнинбавами. В общем, это маленький мир, из которого сложно уйти. Отправляясь в Петербург 18 века, желательно выделить на это путешествие побольше времени. Но поехали дальше. Мы с Ромой большие поклонники творчества группы «Невский баталист», которая создает трехмерные панорамы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. И в том числе такую панораму можно увидеть в музее «Прорыв» в Ленинградской области. Но сейчас мы приехали, чтобы увидеть другую работу. Она называется «Пропавший в кинохронике» и расположена в Ленфильме. «Пропавший в кинохронике» – это картины, оживающие из воспоминаний кинооператоров, фотокорреспондентов, актеров, режиссеров, которым довелось работать в годы войны. Эти люди – герои не меньше, чем другие солдаты. Они рисковали жизнями, чтобы запечатлеть события, тех страшных дней. Каждый метр пленки, который удалось спасти, дороже золота. Всего экспозиция включает 15 эпизодов, каждый из которых – отдельный маленький мир, наполненный одновременно и страхом, и героизмом. Вот, например, бои на Кавказе. Здесь советским солдатам довелось сражаться с горно-пехотной дивизией вермахта. Эдельвейс. А вот бойцы в очередной раз пытаются прорвать блокаду Ленинграда. И страшно даже думать о том, сколько жизней страна отдала тогда за свободу города на Неве. Часто очень молодых жизней. Или, смотрите, оператор запечатлел события Сталинградской битвы. Переломный, судьбоносный момент в истории той войны. А между тем, другие герои, уставшие и голодные, все это время ковали победу в тылу. И, наконец, вот он, Берлин. Пришла весна, зацвели деревья и цветы. И, наверное, оператори, которые засняли эту красоту, тот праздник жизни – самые счастливые люди на свете. Следующая точка нашего маршрута – место, скорее, не для развлечения, а для обучения. Мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история». Это не петербургский, а всероссийский проект. Такие парки можно найти в разных городах страны. Здесь современные технологии помогают гостям погрузиться в прошлое нашей страны. На множестве экранов отображается самая разная информация о нашей истории с древнейших времен, включая тексты, карты, картинки и так далее. Кстати, экспозиций здесь несколько. Мы выбрали две, объединенные в одном пространстве – Рюриковичи и Романовы. Итак, история Руси начинается с появления первого князя Рюрика на наших землях. Первыми столицами считается Старая Ладова и Новгород. За ним правил князь Олег, которого мы привыкли называть Вещим Олегом. Далее – князь Игорь и великолепная княгиня Ольга. И так далее. Не обделены вниманием ни один правитель и ни одно деяние. Кстати, порадовало, что на экспозиции много информации про Великий Новгород – один из наших любимых городов. Если вы еще там не были, то срочно смотрите наш фильм по ссылке и отправляйтесь в дорогу. Вторая выставка посвящена эпохе Романовых. И, само собой, особое внимание уделено Петру Первому. А как иначе? Мы же все-таки в Санкт-Петербурге. Да и, кстати, рассказу про сам город на Неве тоже отвели довольно много места. Еще один интересный момент. В залах есть экраны с интересными фактами. И это нам очень понравилось. Можно узнать много нового о традициях, кулинарии, моде и так далее. А да, еще есть книги с появляющимися картинками. Гарри Поттеру привет! В общем, исторический парк интересный. Но, повторюсь, идти сюда нужно не с целью отдохнуть, а с целью именно получить знания. Информации много, и ее в основном нужно читать и анализировать. И идеально, если выделить на это целый день. Но мы перемещаемся в другое очень интересное место – Музей железных дорог России. В огромном помещении нас ждет экспозиция с большим количеством самых разных образцов железнодорожной техники. Мне даже кажется, что запросто можно потеряться среди этих больших и мощных машин. В то же время, в музее интересно будет и взрослым, и детям. Чего здесь только не увидишь. И за каждым экспонатом, будь то локомотив или вагон, стоит своя большая и интересная история. Когда-то многие из них были полны сил и восхищали всех вокруг. Потом стали старенькими и нецелесообразными в использовании. И спасибо людям, которые, скажем так, не отправили их в утиль, а привели в порядок и дали нам возможностями любоваться. Как, например, вот этот С-68. Один из самых удачных пассажирских паровозов, построенных, внимание, еще до революции. Очень здорово, что в некоторые вагоны можно заглянуть. Так сказать, почувствовать себя, наконец, в путешествии. Вот так сидишь и вспоминаешь, как когда-то за окном мелькали заснеженные елочки. И прям тепло на душе. А вот, кстати, дореволюционный почтовый вагон. Говорят, что старейший в России. Тоже весьма занятно. В этом музее, как вы уже поняли, представлена техника самых разных лет. Вот паровозы. Какие же они красавцы. Кто видел такое в деле, ставьте лайк. Ну, а кто нет, смотрите наш фильм про путешествия на русский альском экспрессе. Еще, само собой, под одной крышей собрана коллекция тепловозов. Ну и куда уж без электровозов. Но давайте я вам расскажу несколько примечаний музея. Итак, первое. Не думайте, что вы здесь ничего не поймете. Проводятся экскурсии и работают многочисленные информационные экраны и стенды. Для удобства размещены разные подсказки. Например, вот. У музея даже есть свое мобильное приложение, с помощью которого можно узнать массу полезных сведений об экспонатах. Интересностей, кстати, тоже хватает. Вы когда-нибудь бывали под паровозом? Надеюсь, что нет. Здесь это можно сделать без вреда для здоровья. Есть еще аттракционы за отдельную плату. Например, почувствуйте себя в роли машиниста. В общем, не соскучитесь. Второе примечание. Сейчас здесь проходит выставка «Артерии Победы». Она посвящена героизму железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. Это важно. Ведь в январе Санкт-Петербург отметил 80 лет с момента прорыва блокады Ленинграда. Тогда сразу же восстановили железнодорожное сообщение с городом и запустили движение. Этот путь получил имя «Дорога Победы». Примечание номер три. Не спешите сдавать курточки в гардероб. Ведь интересная часть экспозиции размещена на улице. Друзья, вот честно вам скажу, что никогда не интересовалась темой локомотивостроения. Но когда ты оказываешься здесь, рядом вот с этими большими машинами, то возникает желание узнать их получше. Например, вот это «Сокол». И он мог сейчас ходить по нашим железным дорогам вместо «Сапсанов», которые, как мы знаем, произведены в Европе, компанией «Сименс». Эта машина уникальная, российская. Но, как это часто бывает, что-то пошло не так. Ну или наоборот, у кого-то что-то пошло так. Поэтому мы имеем то, что имеем. Или как вам такая вот красотуля. Или вот этот ракетный модуль «Молодец», вселявший в свое время ужас. Едет себе по стране вроде бы поезд, а на борту – межконтинентальные полистические ракеты. И где он сейчас? Кто ж его знает? В общем, на этой ноте, пожалуй, и закончим прогулку. И по скриптам. Кстати, в музее есть кафе, стилизованное под вагон ресторан. Как же приятно после длительной и интересной прогулки выпить чай под стук колес. Наконец, последняя точка нашего маршрута находится совсем рядом. И тоже связана с железнодорожной тематикой. Это вокзал 1853. Самый большой футхолл в России и Европе. Расположенный в историческом здании Варшавского вокзала. Он интересен прежде всего воссозданными историческими интерьерами. Ты как будто реально оказываешься на вокзале 19 века. Тогда отсюда стали отправляться поезда сначала в Гатчину, а позднее в Европу. В 21 веке они уже не ходят, зато здесь развернулось королевство еды. Пространство вокзала 1853 заработало совсем недавно, в прошлом году. И только посмотрите, как здесь атмосферно. Интересно даже просто походить. То есть даже если нет желания перекусить. Ну а любители покушать, в свою очередь, 100% найдут, что душе угодно. Представлены самые разные кухни мира. В каждом углу что-то готовится, дымит и источает божественные ароматы. Тут вам и сырное удовольствие, и хот-доги от бульдога, и десерты, и еще очень-очень многое. И не менее интересно, что по зданию ходят аниматоры, и разыгрывают разные представления, вовлекая посетителей. В общем, весело. Итак, очередной обзор интересных мест Санкт-Петербурга подошел к концу. Подписывайтесь на этот канал, ведь у нас есть еще море интересных идей, которыми мы с вами хотим поделиться. Ставьте лайки, и до скорых встреч!